ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И важнейшей составляющей национальной культуры. Как общественное явление, язык отражает общественную жизнь во всех ее проявлениях. Еще столетия назад человеческие отношения строились на основе языка. И не случайно, что в 21 веке мы, армяне, интересуемся культурными ценностями других народов, особенно языком. Ярким доказательством явилось основание Института Конфуция в Ереванском государственном лингвистическом университете имени Брюсова, где студенты имеют возможность изучать китайский язык с присущей ему спецификой. Китайская цивилизация является одной из древнейших в мире и в настоящее время ей уделяется особое внимание. Сейчас китайский язык и культура находятся в апогее интересов многих людей, что послужило точком к распространению китайского языка и культуры во всем мире. 26 февраля 2009 года был подписан межправительственный договор между Китайской Народной Республикой и Арменией, в рамках которого начал свою деятельность Институт Конфуция, целью которого стало ознакомление армянских студентов с китайским языком и культурой. Преподавание ведется на Путунхуа с использованием упрощенных китайских иероглифов. Руководствуясь стремлением к укреплению сотрудничества между нашими странами, развитию сотрудничества в сфере образования, в Армении был открыт Институт Конфуция. Он является связующим звеном в деле укрепления культурных связей между нашими странами. Примечательно, что до 2011 года Институт Конфуция является единственным в регионе. В этом году наш университет отмечает 75-летие. В 1935 году, когда открылся наш тогда еще институт, никто не мог предположить, что у нас будет преподаваться китайский. Важно сотрудничество со всеми государствами и в том числе с Китаем, который является в нынешней экономической, политической, культурной сфере одними из самых верных и надежных партнеров Армении. И так как это сотрудничество невозможно осуществить без знаний языка и культуры, то открытие Института Конфуция в Армении было логично. Институт Конфуция – это мировая сеть институтов, где люди имеют возможность ознакомиться с историей Китая, его настоящим и будущим, и, конечно, с одной из богатейших культур, каково является китайская. Для нас великая честь, что в нашем университете действует Институт Конфуция. Скажу также, что выбор был не случайен. Китайский был внедрен в нашем вузе с 2006 года, и мы увидели, что интерес студентов китайскому достаточно велик. Наш Институт Конфуция действует с февраля 2009 года. Базой для создания Института Конфуция стал Ереванский государственный лингвистический университет. Нашим китайским партнером является Шансиньский университет – это один из ведущих университетов Китая. Институт Конфуция – это культурно-образовательный центр, который является одним из отделений глобальной сети Институтов Конфуция. Управление системой Институтов Конфуция находится в ведении государственной организации «Ханьбань», которая является китайским государственным агентством по преподаванию китайского языка, как иностранного. Обучение в Институте Конфуция – это изучение китайского языка, начиная с любого уровня. Опытные, квалифицированные преподаватели. Изучение китайского с использованием новых мультимедийных программ и инновационных технологий. Нашей целью является распространение культуры, языка, информации об экономике и социальной жизни Китая, укрепление дружбы и взаимопонимания между Китаем и Арменией. На сегодняшний день у нас обучается 103 студента. Хочу с радостью отметить, что число желающих постоянно растет. Мы всеми силами стараемся, чтобы наши студенты с удовольствием учили китайский, важными аспектами деятельности нашего Института Конфуция также являются организация курсов китайского языка и проведение тестирования HSK. Также организация стажировок Китая, содействие с синологическим исследованиям. Кроме языковых курсов, преподается каллиграфия и ушу. Особое внимание мы уделяем проведению лекций по истории, экономике, культуре Китая, конкурсов, научных форумов. Форум «Культура Китая» был открыт послом Китайской народной республики в Армении Хун Дзюином. Наш институт Конфуция постоянно ищет новые пути развития, новые возможности для дальнейшего углубления и расширения культурных связей между Арменией и Китаем. У нас очень много планов. В частности, открытие классов Конфуция в школах Армении, издание учебников китайского на армянском, организация периодических лекций известных китаистов, международные конференции. Думаю, многообразие культуры цивилизации в мире должно стать основой для их взаимообогащения. И Ереванский институт Конфуция гармонично вписывается в процесс, способствующий многогранному культурному обмену. Китайский язык, который студенты осваивают у нас, становится надежной основой для сближения наших народов и межкультурной коммуникации. В 21 веке важно шагать в ногу со временем. Знание китайского стало чрезвычайно актуально, особенно сейчас, когда Китай проводит политику реформ и открытости всему миру. Все больше укрепляются торгово-экономические связи между Арменией и Китаем. В связи с этим растет потребность специалистов китайского языка. Изучение китайского открывает новый путь в современный мир для армянских студентов. Мы также активно сотрудничаем с остальными институтами Конфуция, так как обмен опытом способствует повышению качества работы, надеемся на дальнейшую поддержку наших партнеров, коллег, при создании новых книг и учебных пособий по китайскому на армянском. И надо отметить, что для успешного развития любого проекта необходимы содействия и координация. Надо поблагодарить Верховную канцелярию по распространению китайского языка за рубежом, Ханьбань, в постоянном содействии нашему институту. Институт Конфуция можно считать маленькой частицей Китая в Армении. Я студентка Института Конфуция Ереванского государственного лингвистического университета им. Брюсова. Изучаю китайский язык. В 2009 году участвовала в отборочном туре конкурса программы обучения в Китае и получила возможность бесплатно обучаться год в Пекинском университете языка и культуры. Сейчас, возвратившись в Армению, продолжаю свое обучение в Институте Конфуция. Я очень благодарна Институту Конфуция за возможность, предоставленную мне. Сегодня в Институте Конфуция Ереванского государственного лингвистического университета учатся представители разных возрастных групп и профессий. Все те, кто проявляет интерес китайскому. Учебный процесс осуществляется преподавателями с Китайской Народной Республики. Студенты не только знакомятся с азами китайского языка, но и с древнейшим искусством китайской каллиграфии. Проводятся также занятия по тай-джи цуань. Целью курсов является освоение базовых знаний в области китайского языка, аудирование и чтение на китайском, а также развитие разговорного и письменного китайского. Целью курсов является освоение китайского языка, аудирование и письменного китайского языка. Студенты изучают систему тонов и ударения для правильного произношения слов. По окончании уже первой ступени курса студенты смогут составлять определенное количество предложений на различные темы. Одним словом, обучение китайскому языку в Ереванском государственном лингвистическом университете дает студентам возможность выражать свои мысли на китайском и сделает возможным то, что казалось невозможным. Студентам также предоставляется возможность изучать особенности китайской каллиграфии. Письменный знак на протяжении всей истории Китая был не просто средством передачи информации, но магическим символом, предметом почитания, средоточием животворной силы космоса. Работы каллиграфов ценились выше живописи, и надписи выдающихся мастеров высекались на каменных сценах и плитах. Роль каллиграфии в традиционной культуре Китая невероятно велика, и владение ее азами до сих пор считается непременным условием для каждого образованного человека. С помощью квалифицированных преподавателей из Китая студенты имеют возможность ознакомиться с техникой китайской каллиграфии. Продолжение следует... Знаменитая китайская Ушу, разновидностью которого являются Тай-Чи Цюань, Тай-Чи Ци Гун также преподаются в институте Конфуция. Многих интересует история данного боевого искусства. Тай-Чи Цюань в переводе с китайского означает «кулачный бой с тенью». Тай-Чи Цюань складывается из двух понятий. Его первоисточником являются небо и земля, то есть инь и яня. В наши дни Тай-Чи Цюань не считается боевым искусством. Оно все больше пользуется популярностью в оздоровительных целях. По словам студентов, результаты благотворного воздействия гимнастики налицо. Студенты Института Конфуция с интересом и с большим удовольствием посещают занятия, которые проводятся квалифицированными преподавателями из Китая. Посещая занятия Пай-Тай-Чи Цюань, им предоставляется возможность ознакомиться с традиционным китайским боевым искусством, сочетающим определенные философские, этические и психологические принципы совершенствования личности с помощью системы специфических физических упражнений и приемов рукопашного боя. В течение двухлетней деятельности в Армении Институт Конфуция осуществил ряд различных мероприятий. 9 июня 2010 года прошло второе заседание Совета попечителей. Совет возглавлял ректор Ереванского государственного лингвистического университета профессор Сурен Зо Лян. На совете присутствовали глава Международного отдела университета Шан-Си Гудонг Ю и Ма Сиао Сиао, директор Института Конфуция Найра Григорян, директор с китайской стороны Ли Мей и другие официальные лица. Во время заседания Совета попечителей директор Института Конфуция Найра Григорян представила ежегодный отчет института. Институт Конфуция организовывает мероприятия по случаю всех китайских национальных праздников. Отдаленность страны не является преградой для почитания культуры. Недавно был отмечен грандиозный праздник – праздник Луны, который считается праздником урожая и праздником объединения семьи. Обряды праздника Луны, то есть чжунцю, богаты и разнообразны. Все они отражают горячую любовь китайцев к жизни и надежду на прекрасное будущее. Лунные пряники являются главным традиционным блюдом праздника. Мероприятие дало возможность студентам ознакомиться с еще одним интереснейшим традиционным китайским праздником и с его символикой. Сегодняшнее наше мероприятие посвящено празднику Луны. Это праздник середины осени, а также праздник урожая для китайцев. Он отмечается в Китае очень торжественно. Институт Конфуция очень часто проводит такие мероприятия, которые позволяют ощутить частицу духа китайской культуры и пропагандируют китайский язык и культуру в Армении. 9 июля открылся экспериментальный центр китайской культуры и выставка китайских книг. Выставку открыл ректор Ереванского государственного лингвистического университета профессор Сурен Золян и посол Китайской народной республики в Армении Тиэнь Чанчун. На открытии присутствовали также представители университета Шаньси Ю Гудонг и Ма Сияо Сияо, представители Совета Института Конфуция, посольства Китайской народной республики в Армении и другие официальные лица. Библиотека культурного центра оснащена богатой литературой, видеоматериалами. Учебники предназначены как для студентов с различным уровнем подготовки, так и для детей школьного возраста. Книги оснащены аудиодисками для самостоятельного изучения. Коллекция содержит материалы по китайской культуре истории, географии. Выставка книг, интерактивных учебных материалов и национальной китайской одежды была организована в Государственном педагогическом институте Гюмри. Институт Конфуция делает все возможное для того, чтобы армянский народ ознакомился и создал представление об этой великой стране. Это явилось толчком к изданию учебника китайского языка на армянском. Эта книга предоставляет возможность армянской аудитории облегченно изучать китайский язык. Она является начальным трамплином для изучения языка и рассчитан на первый уровень обучения. С 13 по 30 августа институт Конфуция осуществил программу «Летний лагерь», в рамках которого 20 студентов имели возможность побывать в таких городах, как Шанхай, Пекин и Тайюань. Во время пребывания в Китае студенты посетили достопримечательности страны, исторические памятники, знакомились с интереснейшими событиями истории страны, посетили также Всемирную выставку «Шанхай-экспо-2010», во время которой они имели возможность познакомиться со многими участниками стран Армении, который представлял свой проект «Город мира». В Китае студенты посетили достопримечательность страны, учебы, которые сегодня дляnteniler dem Niya-niya-аминты, и армениям летом Dalet Specifically Hochendip «rangianismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanismanizing joining and Japanese with В настоящее время Китай, как быстро развивающаяся страна, может стать крепкой опорой во всех сферах деятельности. А что касается области образования, здесь особая роль принадлежит Институту Конфуция Ереванского государственного лингвистического университета, который следует завету великого философа – учиться с ненасытной жаждой и просвещать людей, не зная усталости. Субтитры создавал DimaTorzok